ребят хочу с вами поговорить на тему правильного секса то что я очень часто начинаю встречать на консультациях что есть представление в нашем обществе что такое правильный секс условно да еще такой неправильный секс и тут такое разграничение на правильно неправильно несет за собой во первых а большие сложности напряжения и невозможности разгар не не разграничивать наоборот расширять границы сексуального характера что здесь имею ввиду давайте прям подробно часто я слышу что правильный настоящий секс это только секс и проникновение условно вагинальный секс с пенетрацией и а все остальное это как бы это все то что ведет к этому сексу весь остальной секс аморальные анальные это то что только такая прелюдия это все не по-настоящему это все только то что должно привести потом к настоящему к вагинальному сексу но вот сейчас услышьте меня пожалуйста что современная сексология не разделяет ни на какой на правильный неправильный секс в современной сексологии мы говорим о том что секс это блин почти все что доставляет вам удовольствие сексуального характера и это не обязательно там где что вы обязаны получить арказм это не обязательно именно сам секс прелюдия до условно это тоже уже все удовольствие это тоже уже про секс смс переписки которые вам доставляют удовольствие возбуждение это тоже все про секс расширьте пожалуйста границу потому что если есть сейчас какие-то проблемы с вагинальным сексом если мне не нравится вагинальный секс а я считаю что только такой правильный это вот сжимает вас до таких границ умоляю вас расширяйте этой границы и я предполагаю что вот эта идея настоящего не настоящего секса несколько да откуда-то пошло разумеется там что секс главная причина секса чтобы женщина забеременела но кому он сейчас дайка совершенно не так и женщины которые вообще не хотят допустим детей что теперь как там была фраза и серии что не родила не женщина что нет конечно же и мы занимаемся сексом ради удовольствия и клитор единственный орган единственная функция значение его это получение удовольствия и если нету секса не получаете вы такой прям кайф от вагинального секса на цикл с проникновением от мастурбации от того что там партнер партнер мастурбирует то это тоже секс вы тоже получаете в этом удовольствие ежит решите себе и партнеру от этого получать удовольствие и также я думаю что скорее всего одна из причин это опять-таки момент который оставил нам дедушка в хойт по фрейду что раньше дальше он считал он говорил о том что женщина должна получать взрослая настоящая женщина получает удовольствие оргазм от проникновения от секса с проникновением а вот до этого когда там еще мастурбация это у юношеский условно секс способ получения удовлетворения поэтому это такой незрелый да незрелый способ а зрелый способ вот настоящий способ когда женщина оставляет себе удовольствие это женщина получает удовольствие именно от проникновения оттуда пошло очень много мифов очень много комплексов дальше и что разумеется современной сексологии вообще никак не признает вот поэтому забудьте об этом это как миф это как прошлое то что было в прошлом и должно просто кануть в небытие забудьте об этом любой секс это то что то что вам доставляет удовольствие у меня есть клиенты но не только у меня вообще это нормальная практика бывает что даже нету самого проникновения люди получают удовольствие от другого вида секса и очень много видов секса к сожалению там многие об этом не знают не задумываются вот сейчас я об этом с вами тоже буду говорить чтобы вы расширяли вот эти границы от чего я могу получить удовольствие и все что я буду перечислять это нормальный вид секса это на вида секса это не то что прелюдия еще раз если вам так нравится значит все если получать от этого сексуально удовольствие все это это про секс главное чтобы это просто было в удовольствие и разумеется мастурбация мастурбация это тоже про секс это как соло игра где вы одни так также когда вы доставляете удовольствие партнеру когда он вам доставляет удовольствие, то есть обоюдная мастурбация, это тоже про секс, и это тоже нормально. Почему еще раз, да, вот я заостряю на это внимание, потому что бывает так, что, допустим, сейчас женщина не может, у нее сложности с тем, чтобы заниматься именно сексом с проникновением после родов, либо по какой-то другой психологической причине, чтобы вы не считали, что, господи, со мной что-то не в порядке, а как же мой бедный мужчина, ему столько такой нужен секс, а другое оно не считается, нет, считается. И вот все, ставьте в эту точку, нет, считается, мы получаем удовольствие, мы получаем удовольствие даже от мастурбации, все, класс, у нас есть секс. Разумеется, это оральный вид секса, разумеется, это анальный вид секса, это также фронтаж, то есть что это такое? Это когда человек трется половыми органами о поверхность, например, о бедра, о грудь, о спину, о плечо, все что угодно, и получает от этого удовольствие. Это также, разумеется, использование секс-игрушек, где вы можете также удовлетворять партнера, используя секс-игрушку, когда секс-игрушка в ваших руках, нет ничего ужасного, отвратительного в том, чтобы заканчивать секс-с-игрушкой, если вы понимаете, да, что ваш партнер уже получил оргазм, кончил, а вы еще нет, и вы хотите продолжение, берите секс-игрушки, используйте их. Классно, что сейчас индустрия секса, она придумала такие вещи, которые без проблем за считанные минуты доводят женщин до оргазма. Круто, берите, пользуйтесь, не стесняйтесь, доводите партнера, доносите информацию, доводите его до того, что это классно, это то, чем нужно пользоваться как крутым инструментом. Разумеется, не забывайте про виртуальный секс, это когда мы переписываемся с партнером на расстоянии, секс-инг, да, когда мы присылаем фотографии, когда, ну, здесь, да, обязательно будьте с этим осторожны, если вы не знаете партнера, если вы плохо знаете партнера, чтобы в фотографиях либо не было лица, либо каких-то других знаков, по которым вас можно опознать, опознать, если вы не доверяете партнеру. Это могут быть, разумеется, секс по скайпу, по видео, это тоже секс, это то, что привносит ваши отношения, вот эту искру снова где-то возвращает страсть, интерес к теме секса, это то, что позволяет оставаться в рамках любовника и любовницы в ваших отношениях. Разумеется, не забывайте и про петинг, то есть это про обоюдные ласки, которые могут как раз переходить в фронтажный секс, а могут не переходить, они могут переходить в секс с проникновением, а может и не переходить, и может на этом закончится все, и от этого вы просто получите оргазм, и это тоже еще раз секс. То, что, о чем мало кто задумывается, что вообще такое может быть, когда мужчина, это тоже вид секса, и я даю всегда эту анкету, когда мне приходят клиенты, я даю им определенную анкету, просник, просник Блинова, чтобы понимать, чтобы провести такой анализ, анамнез, да, именно сексуальной сферы у клиента, и там один из столбцов, который нужно запомнить, одна из таблиц, это виды секса. И там вот виды секса, которые иногда клиенты читают, такие, ого, я бы даже не подумал, что вообще-то такое можно, мне просто не приходило даже в голову это, и что это такое. Ну, разумеется, это секс, когда мужчина трется членом между грудью, это многие об этом знают, между ягодицами без вхождения, да, это не анализ секса, а это именно трение между ягодицами. Когда между бедрами, и когда тоже один из вариантов, это между ступнями, об этом уже, да, он начинает думать, ого, я об этом, наверное, даже не задумался, между икрами партнерши, да, между шеей и головой, куда уходят ваши фантазии? В подмышечной впадине, да, то есть это вот здесь. Все, что так далеко, как зайдет фантазия, и это тоже, и это тоже все-все про секс. Поэтому расширяйте свои границы, уйдите, пожалуйста, от мысли правильного и неправильного секса. Все, что доставляет вам обоим в паре вашей удовольствия, это все-все про секс. Главное, чтобы это было в рамках закона. Вот все, ребятушки, обнимаю вас, целую, подписывайтесь на мой телеграм, на мой инстаграм, там еще больше информации, ставьте лайки, ставьте колокольчики, пишите комментарии. Целую вас, обнимаю, пока-пока.